Члены общественной палаты Неницкого округа проверили качество и доступность медицинских услуг в окружных учреждениях здравоохранения. Если к качеству работы специалистов претензий в ходе рейда выявлено не было, то вот нехватка талонов – основная проблема, с которой сталкиваются пациенты поликлиник. Решить эту и другие проблемные вопросы окружного здравоохранения общественники намерены в рамках форума «Качество жизни». Проблемы у пациентов медицинских учреждений возникают уже при входе. Высота ступенек превышает нормативы. Перила старые и ненадежные. А неправильно сконструированное крыльцо привело к завышенному наклону пандуса, что усложняет подъем инвалидов на коляске. Кроме того, кнопка вызова персонала чаще всего не работает. Так как у нас высокая влажность и очень большая диффузия температур, то есть перепад, у нас кнопки вызова очень сильно страдают. Как проводные, так и беспроводные. Потому что почему? Мы меняем батарейку, через два дня батарейки уже нет. То есть у нас есть выход такой. Ставить проводную кнопку. Но проводная кнопка требует специальной изоляции, чтобы человек не ударил оттоками. К сожалению, в рамках этого учреждения изоляцию безопасно провести не представляется возможным, потому что нет закрытых пространств. Далее отправляемся в поликлинику. Первым делом пытаемся записаться на прием к неврологу через регистратуру. Почти 10 минут ожидания в очереди и ответ. Талонов нет на ближайшие две недели. А если, например, вот очень прям срочно надо, то тоже не попасть с острой болью, например, к неврологу? К терапевту идете и он вас направляет. А к терапевту попасть как? В часы приема или по талонам? По талонам записываться надо. Если срочно не обходилась острая боль, то в порядке живой очереди. И примут, да? Да. Тоже понятно. Вариантов записаться на прием к врачам достаточно. Можно позвонить в регистратуру поликлиники, в единую регистратуру или же через электронные сервисы. Для последнего способа в учреждении даже есть компьютер. Но, как оказалось, не рабочий. Становится понятно, что жалобы жителей в общественную палату не безосновательны. Во-первых, невозможно достать талончиков. Они постоянно заняты. А вот я, например, сейчас прохожу, мне опять надо достать снова к невропатологу талон. Я не могу его достать. Он будет только в декабре. А лечиться-то мне как-то надо. Я уже три недели вот так болтаюсь. У меня скоро уроки отсохнут. И три недели что вы? Куда вам? Уголос за эти три недели попасть, чтобы решить свою проблему? Ну, я вот хоть достала талончики через терапевта на рентген. А вот получу снимки, и мне надо снова записываться. А записи пока нет. Она будет только в декабре. И что мне делать? Стоит отметить, что к некоторым узким специалистам может направить только терапевт. Но и к нему тоже нужен талон. Как-то надо решить вопрос по поводу талонов. Я вот по интернету пробую записаться, за две недели невозможно. Я никак не успеваю. То есть платформ созданы много, но они по сути не работающие. Они не решают проблем. Ну, нет талонов, нет талонов. Когда они уходят, не знаю. Общественники сами попробовали записаться на прием к специалистам через электронные сервисы. Как оказалось, это не совсем удобно и быстро. Везде требовался страховой полис, который не всегда оказывается под рукой. Если вы, например, заехали между делом записаться через вот этот терминал, то нужно с собой иметь полис. В противном случае мы просто стоим и смотрим на него. Не всегда же мы медицинский полис с собой. То есть здесь как-то надо упростить сначала записаться, а потом в любом случае при обращении в регистратуру предъявить полис. Я думаю, что в первую очередь это сложно для пенсионеров, потому что им в любом случае проще прийти в регистратуру и записаться, либо хотя бы по телефону, но в смартфонах, мало кто из наших пенсионеров пользуется смартфонами, записаться, наверное, вообще нереально. Ну, по крайней мере, можно их и обучить, но я думаю, что систему записи через электронные носители нужно упростить, это точно. Следующий объект – детская поликлиника. Первое, что бросается в глаза – для маломобильных граждан здесь вообще никаких условий нет. Первостепенно, с какой проблемой мы столкнулись, это, как мы понимаем, уклон входной группы, который не соответствует ни одному установленному требованию. Поэтому единственный способ решить, хоть как-то сгладить эту проблему, это была установка многоуровневых поршен. То есть это, к сожалению, единственное инженерное, скажем так, ведение, которое способно здесь хоть как-то сгладить обстановку. В самой поликлинике отсутствует кулер с водой и для детей нет игровой зоны, где малыши могли бы скоротать время в ожидании приема. Ну и с записью к специалистам и на УЗИ такая же ситуация, как и во взрослой поликлинике. Ожидание может растянуться на недели, а то и на месяцы. К неврологу, да, запись достаточно сложная, если говорить о неврологе, один раз в неделю, запись на следующую неделю. А так всегда врачи принимают? Да, всегда задерживаются, принимают. Медицинские учреждения стали первыми объектами, которые члены общественной палаты проверили на качество и доступность. Этот рейд проходит в преддверии форумов под общим названием «Качество жизни», цель которых – улучшить доступность и качество оказания услуг в окружных учреждениях. Эти вопросы и другие нам предстоит решить на форуме, который состоится уже в ближайшее время. Кроме того, к нам поступают предложения от жителей округа, как усовершенствовать систему здравоохранения в регионе. Также есть предложения о том, как упростить процедуру выезда по направлению на лечение, чтобы не сами люди покупали билеты, а по гарантийным письмам это делать. То есть все это мы будем обсуждать. И цель такая, чтобы все-таки сделать систему здравоохранения доступной и качественной для каждого жителя Нейнского округа. Потому что медицина – это то, с чем мы сталкиваемся, еще будучи в утробе. Следующими объектами, которые проверят общественники на качество и доступность, станут учреждения образования, магазины, сфера ЖКХ, а также окружные дороги. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».